На Энгельской Тролзе готовится к выпуску первого в России экологически безопасного автобуса. Модель электробуса на предприятии начали разрабатывать еще в 2011 году. Он представляет собой гибрид троллейбуса и обычного автобуса. О том, как преимущества двух абсолютно разных видов транспорта воплотились в одной модели, расскажет Илья Губенкова. Абсолютно новая модель транспорта в тестовом режиме курсирует по Энгельским улицам. Электробус – это ожившая мечта разработчиков. Он объединил в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Не привязан к электрической сети и может проехать по любому маршруту. Но при этом он, как троллейбус, работает на электричестве, а значит, никак не влияет на экологию. Все евро 4-5, сейчас уже в техническом регламенте рассматривается евро 6, но все равно это евро, все равно подразумевает некоторые выбросы. Здесь это абсолютно чистый транспорт, абсолютно такой же, как троллейбус. Но все функции, которые он может себе воплотить, перемещаясь по любой трассе в городе, то есть он не имеет никаких границ, как автобус. Электробус – это экспериментальная модель Энгельской троллзы. Первый образец здесь разработали в 2011 году. В основу будущего электробуса заложили модель кузова, троллейбуса, мегаполис. Здесь практически ничего не меняли, кроме окна. В этой модели оно есть, а в электробусе на этом месте аккумулятор. Кузов тот же, что у троллейбусов, но начинка совершенно другая. Основа электробуса – аккумуляторные батареи. Заряжаются пять часов, и уже с утра транспорт может выходить на полный рабочий день. Благодаря разработкам саратовских ученых, которые занимались созданием батарей, удалось добиться более эффективного их использования. Стандартный КПД подобных аккумуляторов – 70%. В электробусе смогли выйти почти на стопроцентный показатель. Представленные решения на зарубежном и российском рынках отличаются тем, что они показывают время работы батареи по самому худшему показателю, то есть по самой слабо заряженной ячейке. Мы же умеем выравнивать заряд между этими ячейками. Плюсы нового вида транспорта уже готовы оценить в российских регионах. Первую модель после финального тестирования отправят в Ярославль. Конечно, электробус дороже, чем троллейбус или автобус. Но зато, говорят разработчики, несложно рассчитать, что за несколько лет техника полностью окупится. Электроэнергия в несколько раз дешевле, чем топливо. Мы считаем, что развитие данного вида транспорта будет иметь достаточно быстрый, скажем так, темп. И мы считаем, что через 20 лет 60-70% общественного транспорта, автобусов, будут полностью электрические. Вы, большие выгоды в чем? Что, во-первых, через 5 лет эта машина окупается. Специалисты уверены, за электробусами будущее. На троллзе уже готовятся к тому, что после пробных поездок по Ярославлю новая модель завоюет собственный рынок. А за несколько лет именно электробусы станут доминирующим видом общественного транспорта. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Старатов.